Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Живи в Сочи. Меня зовут Никита, это Алексей, это наш адлерский специалист. И сегодня у нас будет адлер, сегодня у нас будет сданный дом бизнес-класса. Вот он, кстати, друзья, вот ЖД вокзал, вот он жилой комплекс. Жилой комплекс очень качественный, причем цены там довольно-таки приемлемые по сочинским меркам, да, наверное, уже и по местным, да? Вот 90 тысяч. Вот 90 тысяч, это вообще круто. Причем сегодня будет у нас основное действующее лицо Алексея, потому что я по адлер, ну, честно говоря, всех клиентов ему отдаю. Поэтому прошу любить и жаловать Алексея, сейчас вам он все расскажет. Ну что, друзья, мы подошли к жилому комплексу, который называется первый дом показательный, построен по федеральному закону 214-му. Качество строительства у него на высоте и отделки в том числе. Дом для состоятельных граждан. Площади позволяют заезжать и пользоваться недвижимостью полноценной семьей. Дом с данным строился по 214-му федеральному закону. На данный момент уже полноценная строительство окончено, проводятся ипотеки. Ну и мы сейчас пройдем и все посмотрим. Все площади, квартиры. Ну и по ценам. Да, состоятельных граждан. Да, пойдемте. Мы сейчас заходим, получается, это не с парадного входа, с какого-то черного хода. Это не черный вход, это дополнительный вход, потому что дом расположен на стыке двух улиц. Поэтому есть выход в спальный район, конкретно там, где обычный спальный район. И на дорогу, которая максимально близко, если вам, например, в сторону рынка нужно пройти. Ну, в общем, два выхода. Захотел туда, захотел туда, да? Да. Это как бы удобно, наверное, да? Да. Так. Это уже официальный парадный вход. Ага. Такой небольшой холл. В принципе, дом не отличается огромным количеством квартир. То есть он комфортный, потому что это же порядка шести квартир. То есть с какой-то суеты и толпотворения здесь нет. Ну, это очень хорошо, конечно. Смотрите, отделка очень приятная такая в подъезде. Поедем на лифте. Лифты работают? Лифт работает, но он еще... Не запущен, да? Он еще в тесном режиме, да. Да, потому что если ты смеешься сейчас вот в эту сторону, ты поймешь, почему его еще не запускают. А почему? Дабы он сохранился уже для шестого. А, чтобы, в общем, его не убили, да? Здесь предполагается консьерж, служба. Да, совершенно верно. Так, давай здесь посмотрим. Здесь небольшая такая... Просто лавочки. Я не могу назвать это зону отдыха. Обойдем, может, его со всех сторон посмотрим. Это у нас вход с другой улицы, да? Да, да. Я понял теперь, что ты имел в виду. Утрое район и голубых дали. Это с голубых дали вход. А это наша детская площадка? Это наша детская площадка. Это большая территория. И, кстати, если ты посмотришь в сторону, там спуск, еще одна лестница, которая прямо на остановку спускается. А, вот так мы и на море, да, пойдем? Да, в сторону ЖД вокзала на море. Вот он, ЖД вокзал. Современный новый ЖД вокзал. Вот оно море. До моря мы сегодня еще специально сходим. До моря, Алексей говорит, примерно 15 минут по комфортной дороге. В принципе, ну, давайте вместе с вами все и посмотрим. А сейчас я предлагаю, наверное, посмотреть детскую площадку и пойдем уже в дом. Делать ремонты? Да, видите, делает уже ремонты. Забор прям сделан. Как на футбольном поле. Ага. Ну, в принципе, ничего особенного. Но зато можно с ребенком спокойненько посидеть, выйти. Они, видимо, загородили от шума, чтобы здесь было комфортно сидеть. От шума, от ветра. От шума, от ветра, да. Ну, в принципе. Из особенностей дома здесь дополнительно ТП. То есть на случай отключения света в районе, лифт и свет в общих местах там все равно будет. И очень такой приятный момент, о котором я хотел сказать, но забыл. Итак, мы поднялись пешком на восьмой этаж. Лифт еще не запущен пока, чтобы его не убили, я повторюсь. Сейчас вам покажем все планировки, полностью весь этаж. Кратенько пройдем по всем квартирам и все вам покажем. Могу сразу сказать, что квартиры, которые находятся друг напротив друга, они полностью дентальные. То есть поэтому меняются только видовые характеристики. То есть сторона моря, сторона гора. Ну все, пойдем. Сколько это у нас? 55,4 квадратных метра. Цена? По переуступке на третьем этаже мы можем взять ее за 6,880. На этом этаже 7,470. 7,470. Это стандарт для города. Чем выше, тем дороже. Показывай, рассказывай. Ну в принципе здесь все очевидно. Высокий потолок. Дом газифицирован. То есть в каждой квартире у вас газ. Газовое отопление. Ну и заходим в коридор. Комната такая, будет подходящая под спальню. Ну да. Спальню или поддетскую. Ну видовые характеристики. Вид у нас. Куда? В сторону? Социально зеленый, я бы сказал. В сторону Абхазии вид? Нет, Абхазия у нас в правее. В сторону Красной Поляны. В сторону Красной Поляны. Гор почему-то не видно, а там облака, да, наверное? Да, полностью затянута. А так зимой здесь очень красиво видно. Виды на горы. Снежные полны. Так, ну здесь я думаю, санузел. И еще одна. А, еще одна. Да. Здесь кухонная зона. И еще одна спальная, или зал. То есть то, как отделка сделает. И плюс еще здесь два балкона. Два балкона, это круто. Один стекленый, один открытый. Так, ну-ка. Посмотрите, хороший размер, прям как надо. Прям здесь спокойно встанет. Два стула, столик. Смотрите, какой вид улана. Вид просто огонь. В инфраструктуре мы видим внизу. Это школа. То есть расстояние, оно здесь буквально перейти дорогу. Мы забыли, да, Алексей, перебью чуть-чуть. Забыли, кстати, вначале сказать, что данный дом подойдет как для отдыха, так и для жизни. В принципе, если вы состоятельный человек, идеально подходит. Потому что... Потому что что? Есть здесь и школа рядом, и детский садик, да? Я больше скажу, что здесь две школы. Это школа 27-я и 26-я школа, она вот здесь в Незерине. То есть расстояние здесь тоже. Также поликлиника вот по этой улице, по которой мы подъехали. Она находится вот за зданием. А, вот она, ага. Уголок, как что? Это девятиэтажный дом, и за ним сразу. То есть расстояние все. Пляжная полоса, то есть полностью она идет за железнодорожными путями. Но здесь поезда не пролетают, поэтому он на пляже отдыхает совершенно тихо, спокойно. Алексей мне рассказывал, что он когда маленький был, он местный у нас человек, и благодаря тому, что поезда здесь медленно проезжают, он цеплялся на этот поезд. А куда ты доезжал? Да, мы с друзьями... Куда? До стадиона? Так как они медленно брались, на пути запрыгивали и доезжали до футбольной площадки в коротком городке. Ну и обратно, ровно тем же рейсам. Экстремалы, экстремалы. Так, давайте обратно вернемся к квартире. Смотрите, классная, классная прям кухня, планировка мне очень нравится. Вот он газовый котел, Baxi, это итальянская фирма. Доплата, кстати, сейчас я вам скажу. Доплата здесь нет. А, здесь доплаты, кстати, нет. Еще плюс, еще один плюс в корзинку этого дома. Здесь уже доплата, то есть она уже включена в стоимость. Ну, будем называть вещи своими именами, да? Все равно когда-то его купили, и куда-то, ну, не дарят там его застройщикам. Никитич, хотя бы обратить внимание, мало какой дом, новый дом, может похвастаться профилем Шуко. А, хороший профиль? Шуко. А я даже и не знал. Это хороший профиль? Правда? Так, и еще одна комната, и с балконом застекленным. Северяне сейчас вообще скажут, вау, как у нас прям. То есть его можно делать как полноценную лоджию, ну, либо оставлять, то есть часть какого-то, возможно, курящих с вентиляцией. Угу. То есть заходим в следующую квартиру, она своеобразная, то есть у нее огромный коридор. Я уже вижу, да. То есть для очень активных, гиперактивных детей, это, наверное, большой плюс, когда можно машинку погонять по полу. Тут можно на велосипеде. Можно на велосипеде. Да. Только я похвалил планировки, и тут такое. Да, это единственное, две квартиры такой планировки, они 83 квадратных метра, квартира достаточно большая. Ну, и в принципе ее можно очень хорошо спланировать, для тех, кто любит все-таки простор, она очень хорошо подойдет. Слева санузел и две комнаты. Эта квартира, она находится на стороне дома, которая смотрит в сторону центра Адлера, прям центр-центр. Сейчас мы покажем. А, ну, кстати, вид хороший. Скажи сразу по ценам, наша стомата уже, по-моему, на сколько может стоить? 6300? Да, 6300, и на данном этаже она уже подороже. Вот, что касается расположения, то есть, в принципе, эта квартира захватывает и вид на горы. Давай я покажу. Так, мы заходим сейчас в кухню. Да, мы в кухню. В кухню. Здесь, да, опять же, этот же вид, который вы только что видели на ЖК Триумф. Дальше давай покажем. Это двухкомнатная, да? Да, двухкомнатная. Еще одна комната. А, грани на море. Мы вообще с двумя балконами, прям, представляешь. Раз балкон. Три балкона. Три балкона. Три лоджии и один полноценный балкон. Еще. Оп. Так как на лоджии можно сделать теплый пол, поэтому застройщик здесь как и не укладывает на балконе. На балконе, так как он открытый, там уже он полностью готов. Ну, что касается шума, шум, конечно, от трассы есть, потому что вот здесь у нас решетка стоит, она сквозная. Ну, я бы не сказал, что он какой-то прям, если вот это закрыть, то его вообще не будет. Так, ну давайте. Красавец, да, у нас какой вокзал? Я ни разу вообще на нем не был. Ну, как торговый центр, там прям в магазинчике, в бутике. Как Моримол, да, второй? Приятно, да? Так, и следующая у нас комната. Опять же, правильная форма, никаких претензий. И еще один балкон. Или это лоджия? Лоджия. А, это балкон. Ну, захватывающий такой вид. Важная полоса прямо напротив ЖД вокзала, она уже начинается. То есть, можно, да, через ЖД вокзал проходить, и очень хороший пляж. А как здесь пройти? Вот там, да, через надземный переход? Ну, естественно, да, либо через надземный переход, куда мы сходим с тобой, да, пока мы смотрим. Либо через самую территорию ЖД вокзала. Ну, вот здесь я имею в виду, как вот эту дорогу? Под низом пройти можно, да? Да, проход под трассу, то есть на подземный переход. Я просто поясню, вот видите, машины, куда едут, они заезжают под вот эту вот дорогу, да, так скажем. Вот это, там, в общем, снизу есть проход, проезд. Да, переходите по пешеходному переходу, попадаете в эту сторону, через ЖД вокзал. Паспорт передом с собой носить не нужно, там просто обычная КПП, то есть у нас сканируют на наличие там. А, то есть прямо на сквозную, через вокзал? Да, через вокзал переходите, и из вас попадаете на пляжный полос. Ну, круто, круто. Классная квартирка. Хотя вот этот коридор, конечно, ну, блин, все равно. За 6,300, если на шестом этаже такая же, а я думаю, на шестом этаже вид не намного хуже, чем здесь. Игей. Да? Что касается, да, коридор большой, но ты не забывай, что здесь у нас очень хорошее взаимоотношение с застройщиком, поэтому индивидуальные скидки и рассрочки он, по крайней мере, с нами он поддержит точно. Я слышал, да, что через тебя там можно какую-то прям вообще хорошую, да, скидку сделать. Можно, можно. В разумных пределах, конечно. Друзья, в общем, звоните, да, обращайтесь, сделаем вам хорошую скидочку. Леха обещает, да? Леха, опять все-таки Леху Лехой назывался, Алексей. Ну, ничего, ну, такой все парень у нас, душевный, простой. Все, в следующую пойдем? Да, в принципе, следующая у нас уже такая же зеркальная, как и предыдущая. Давайте разблокируем сразу, ведь, чтобы ты нам по ценам все сказал. Жи. Да, ровно такая же квартира, 83 квадратных метра. Ага. Опять вот этот огромный коридор. Да, ценовая политика одинаковая, то есть 100 квадратных метров. Интересный, конечно, коридор. Друзья, может быть, у меня есть подписчики какие-то, дизайнеры? Напишите в комментариях, как бы вообще можно такой коридор как-то правильно, не знаю, что-то с ними сделать. Можно поставить стол для настольного тенниса, играть в бампинг-то. Вот так вот, чтобы он на стене, чтобы он так выезжал или вот так открывался, да? Легка, плетом, чулочный бег, можно такие маячки поставить, ну, в принципе, да. Это все шутки, конечно, друзья. О, здесь вообще вид классный. Давайте по-быстрому. Вот это санузел сразу. Раз, комната. Опять с выходом на балкон. Сколько стоит? Именно данная квартира? Да, да, да. Я скажу, по данному стойку, именно вот эта квартира угловая, она осталась одна. Именно на этом этаже. Поэтому стоимость у нее от этого, конечно, не зависит. Не бойся, не бойся говорить цену. 9600. Да. В принципе, для состоятельных людей, допустим, с Москвы это вполне нормальная цена, я считаю. Причем за такие виды. Кухня. Еще одна комната. Еще одна лоджия. Еще, еще одна лоджия. Вид просто бомба. Это сколько за квадратный метр, Лёш, получается? Именно 115 тысяч. 115 тысяч? Это хорошая цена, я тебе скажу. Наверное, если женщина очень любит готовить. Так. И, по крайней мере, мужья может смело отправляться на работу, зная, что жена будет все-таки готовить это с такой любовью, с видом на пляж, с видом на море, чем мало какой дом вас похватывается именно, именно вот таким обзором, когда ты режешь, например, там, лаковку, готовку, там, разбилываешь. Вот здесь мне надо ставить столовую, ну, короче, столовость здесь ставить, обетенную группу. Здесь, я думаю, вот он, гарнитур кухонный пошел. Ну, да. Свечи, вино. Да, круто. Пойдем в следующую. Офера, агрокоматная, 49 квадратных метров. Подобные планировки уже были, только на сторону гор. Раз, два, кухня-гостиная, спальня, балкон, лоджия, санузел. Классно? Смотрите. Прямой вид на море. Бомба. Сколько стоит, Алексей? Данная квартира стоит 6,380. Она есть, их всего осталось две. Одна перепродажа и одна застройка. Разница за квадратный метр, там, в 5000 рублей с квадратного метра. Оренген 6 миллионов 300 тысяч. Доплат? Доплат никаких, да. Да, да, мусор, как часто это происходит. Ну, чуть-чуть, конечно, шум этот вот портит картинку. Но, все-таки, здесь лоджия. Здесь шума-то и не будет. Здесь вот эту решеточку, конечно, закрыть. Так, ну и у нас крайняя, последняя осталась на этом этаже. 56 квадратов, двухкомнатная квартира, также с лоджиями, с балконами. Цена? На каком этаже? В общем, смотрите, осталось три квартиры, именно данного стояка, с видом на море и в сторону Сочи. Значит, на шестом этаже, в стороне данной квартиры, 7267. И этаж, на котором мы находимся, 8-й, 8-105. Все понятно? Да, то есть разница, в принципе, между этажами не глобально. Все равно это верхние этажи, видовые характеристики, они примерно одинаковые. Ну, через этаж, я говорю, что 6-й, что 8-й сильно не будет отличаться, в принципе. Я хотел сказать, я за другое, что кто успеет, все-таки, может взять пониже. Ну, и купить жене машину на разницу. Ну, либо, все-таки... А, ну да, она опять зеркальная. Это мы в первую в такую заходили, все, я понял. Да, конечно, наверное. Опять же, вот она кухня, балкон, комната, спальня, лоджия. Вид на море, вид на море. Здесь прямой вид на море. Причем, вот мы сейчас в квартире находимся, шума... Ну, абсолютно нет. Шум только вот от сверлящего ремонтника. Так, ну что? В принципе, все мы планировки посмотрели. Что мы хотели еще сказать? Что мы хотели еще сказать? Повторимся, да, что в данном доме проходит ипотека, мат-капитал. Застройщик дает рассрочку. Через Алексея можно также выбить скидку, если у вас, конечно, будет наличный расчет. Что, я предлагаю прогуляться до моря. До моря у нас дорога составит где-то примерно 15 минут. Давай, кстати, ее покажем сразу. Покажем? Да. До моря мы спустимся вниз. Так. Выйдем с дома. Пойдем по тротуару. Здесь же, вот где деревья, перейдем дорогу по надземному переходу. Вот так. И прямой ход на пляж. Кстати, мост, по которому пойдем на пляж, его, не знаю, как на камеру будет видно. Вряд ли. Вот здание. И с правой стороны, как длинный такой. Вот эти деревья, да, его как раз таки закрывают. Вон они прямо. Да? Да, он начинается и вот прям к морю выходит. Прям над морем уже даже виднеется. То есть это тот мост, по которому мы сейчас пройдем и спускаемся прямо на песочек. Все, пойдемте. То есть расстояние здесь оно... Причем дорога совершенно отличная. То есть это ровное место. Мост, по которому мы перешли. И расстояние здесь, вот у этой точки, ну 500 метров, в принципе, сам ты видел, как мы шли. И все, и прямая осталась до моря. Тут еще я смотрю, такая прорезиненная дорога, да, то есть на велосипеде можно вполне... Да, ее делали перед паралимпиадой для того, чтобы те, кто на колясках, на велосипедах, так, чтобы можно было ездить. Ну, все это было комфортно. То есть она такая прорезиненная тротуар, он достаточно длинный. Ну и до моря, в принципе, вот, 50 метров мост, мы переходим через ЖД-пути, спускаемся прямо на песочек. А вот здесь хорошее. Я, да, предлагаю прямо прогуляться до моря. Сейчас мы прогуляемся, чтобы вы сами убедились. Алексей говорит, еще пляж там какой-то мелкогаличный, хороший. Он без названия, да, у вас? Да, просто пляж. Просто пляж. Поднялись мы на мост, уже подходим к морю. Посмотрите здесь, какая красота уже открывается. Так, там у нас легкая эротика. С элементами полданса. Прикольно, слушай, это следок. Чайка? Чайка. Ну что, друзья, наш выпуск подходит к концу. Давайте традиционно поделюсь своими впечатлениями об этом доме. Место мне понравилось. То есть здесь для жизни и школы, и магазины. Магазин, вот он, кстати, магнит, мы забыли показать. Море рядом, все, что нужно для жизни рядом, все есть. И цена, на самом деле, кто разбирается по ценам в городе Сочи, цена очень хорошая. 90 тысяч за квадратный метр в таком доме, с таким расположением, это бомба. Это бомба. Так что, друзья, звоните, у кого ипотеки, маткапиталы, налички, налички, наличный расчет. Все обращайтесь. Соединю вас с Алексеем и все покажет, все расскажет. Также покажет альтернативу, без проблем. Да? Да, Алексей. Все, всем пока, всем хорошего дня. Звоните, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok